Всем привет! Это Винлайн Медиа Лига. Это Кубок Лиги и да, продолжается квалификация Кубка Лиги, которая состоится осенью. Продолжается параллельно пятый сезон Винлайн Медиа Лиги. Итак, еще раз. Козлы выходят ровно тем же составом, что на игру против Демеди. Гуди выходит на позицию центрального нападающего. Ему будут активно помогать Марти и Ильин. Из середины поля будут развивать эту атаку, эти атаки Гига и Кошай. Вот состав Ромы. Здесь две замены. Во-первых, я уже говорил, что вместо Булги на фланге появляется Коз. Ну и вынужденная замена. Замена в центре обороны. Тара выходит вместо получившего травму Рамы. Поэтому два свежих игрока по сравнению с прошлой игрой в Кубке Лиги у Ромы. Возможно, Родя сегодня проводит последнюю игру за Рому. И дальше, вне зависимости от результата, номер 98. Козлы в атаке. Посмотрим, как это будет. Подача от Рыжего. И подбор за уколом. Дальний удар. Дальний, но не точный. Но, знаете, когда защита создает голы. Посмотрим, как будет сейчас Лилюхин. Пробел. Будет ли добивание? Пока нет. Не удается подстроиться под мяч. Сразу будет угловой. И снова отличная диагональ. Уже направо. Рыжий. Спасибо. Это не Рыжий. Это Арт. Прошу прощения. А здесь может быть опасный удар. Гол. Это гол. Ильин открывает счет. Мяч прошел через всю штрафную и вывалился на Ильина. Так козлы открывают счет. Браво. Браво. Еще раз смотрим, как это было. Шикарный перевод направо. Арта в касание делает скидку. И дальше великолепная подача. Подача, которая завершается голом Ильина. Серия рикошетов. Отскок. Робинзон пытался выбить мяч. Попал в партнера. Ну и дальше получилось вот таким образом через эти рикошеты. По сути, лучший пас для Ильина. Ну вот теперь 1-0. Как в последних матчах сыграть не удастся. Здорово. Меняют направление атаки. Футболист Козлов. Это Рыжий. Подача и попытка удара в касание. Марти опускает мяч на газон. Отскок в пользу Козлов. И вот момент для удара. И вот момент для еще одного гола. Это Гига не попадает в створ. Еще разок. Посмотрите, какая передача от Рыжего на Марти, который пытался пробить в касание. Если бы получилось, это было бы очень красиво. Ну а так, посмотрите, сколько касаний делает Марти для того, чтобы принять мяч. И никто из футболистов Ромы не может ему помешать это сделать. Артан далеко в чужую штрафную. Там падение, но игра продолжается. Люди оказались на газоне. Мяч у Козлов. Еще одна подача ул. Видел очень хорошо этот момент. Да, видел. Руки лежали, да. Да, руки лежат. Небольшой есть контакт. Но уже нападающий инициатор уже дорисовывает этот момент. Поэтому я считаю, здесь продолжить игру без 11-метрового удара. Давайте еще какой-нибудь ракурс. Да, вот отсюда. Вот руки что, небольшой, да. Он контакт почувствовал, от этого упал. Но это больше дорисовка идет. Поэтому продолжить игру. Лилюхин. Слева есть Евдок. Лилюхин решил пробить сам. Это опасно. Спасение Васильева. Этому угловой. Еще раз Лилюхин плотно приложился. На чемпионате Европы сейчас после таких ударов скорость считают. Но здесь километров 120 в час, мне кажется, было. Будет продолжение. Это Кос. Это падение, это пенальти. Виталий Бердников, давайте еще раз смотреть, как это было. Во-первых, не попадает по мячу Мурадов. И вот здесь неосторожное движение ногой. Ну, да, скосил. Скосил Коса. Скосил Ясь Конюшину. Ну, видно, да, вот этот удар. И вот ракурс, которого видел эпизод «Орбитр». Двойная ошибка Мурадова приводит к этому пенальти. Удар поворотом и спасение Васильева. Браво! Браво! Нарушение. И дальше еще разок. У Васильева нога не то, что на линии, за линией. А дальше просто играть нельзя, потому что чистый пенальти. Козлы продолжают атаковать. Вот момент, вот момент для Гуд. Это он удар наносил. Это он оказался на убойной позиции. Дара. И ошибка. Ошибка в центре поля. И почему же стоят футболисты Рома? Желтая карточка. Датоп получает во втором матче подряд желтую карточку. Дражо. Поставил корпус. Поддача в штрафную. И там Сычев. Можно играть. И действительно, мне показалось, ничего криминального не было. И здесь тоже. И вот момент. И вот момент. Фолл в атаке. И здесь, возможно, было положение вне игры. Конечно, с этого повтора тяжело понять. Ну а дальше, да, фолл в атаке, потому что Гуди помогает себе рукой. Прихватил за локоть соперника. Игра идет. Главный тренер. Вы чем там занимаетесь? Удар по воротам. Отличный удар получился у Каретникова. Чуть-чуть ему не хватило точности. Отличный прессинг. Отличное движение. В конце, понятно, этого движения чуть меньше. Но есть и свободные зоны. Так. Тут дребенки еще. Пока мяч в игре. Игра продолжится. Вроде отправляет мяч вперед. И вот только здесь. В 19.03 по Москве звучит свисток на перерыв. Очень долгий тайм. И очень тяжелый тайм. И для Ромы, и для Козлова. Здесь Рыба оказался на газоне. С ним все в порядке. Самое главное. Потому что, опять же, его вот в виду уносили партнеры. Но все хорошо. Удачная скидка. Скидка в штрафную. Царь мяч выцарапал. А дальше продолжение. Рыба налево. Рыжий. Передача в штрафную. И есть свобода. Мяч в руку попал Дато. По крайней мере, в этом уверены футболисты Козлов. Видел. Я видел, что она возле тела находится рука. Как в динамике. Сейчас посмотрим, как здесь на повторе. Только оставлено, конечно. Пенальти. Это пенальти. Пенальти. Кошаи у мяча. Это ворота, в которой не реализовал пенальти Лилюхер. Удар. И здесь вратарь дотягивается до мяча. Но Роди не смог его отразить. Кошаи делает что-то 2-0. Хуево играем. Хуево. Краткое резюме. От Илья Агапонова. Ну и вот Роди, который угадал направление полета мяча. Но Кошаи настолько сильно пробил, что шансов у Роди было немного. От руки мяч пошел в сетку. Через пальцы. Хороший перевод. Главное, точный удается мяч сохранить. Евдок против двоих оказался здесь по эпизоду. И справа есть продолжение. Можно разгонять эту атаку, заводить в штрафную. И сложнейший момент для Роди. Еще раз мяч уже в штрафной. Классная передача. В том числе в СК. Ну вот здесь тоже, я думаю, что Рома будет оспаривать. А здесь счет становится 3-0. На добивании никого, кроме футболистов Козлов. Марти делает счет 3-0. Еще раз смотреть, как это было. Вброс мяча из аута. И дальше никого, кроме Марти, на добивании. Никто из защитников Ромы не успел помешать. Ну и вот эту передачу, по сути, на Марти сделать никто не помешал. Миле ее делал. Три секунды назад Мартиросян вышел на поле. Пандеев на поле появился. А пока Мартиросян делает пас вперед. Это может быть голевая передача. Четвертый мяч улетает. Сетка ворот Роди. Козлы 4, Рома 0. У Марти буквально за пару минут гол плюс пас. Вот, посмотрите, он здесь отборолся. Сделал скидку и дальше рванул. Поймал Дато. Не получилось у Дато Дебитрата сделать искусственный офсайт. И дальше, да. Гол Миле. Голевая передача Марти и гол Миле. Они поменялись местами. Все, спинку поставь, спинку поставь. Можно продолжать. Кажется, куча мала и сейчас, кажется, пойдут эмоции. Тихо, тихо, тихо. Пошла, пошла бровка. Тихо, тихо, тихо. Куда вы хотите, блядь? Давайте еще раз подумаем, как это было. Несколько жестких стыков. Ну и да, вот тут пошли уже эмоции. Ну вот это некрасиво. Вот это прыжок откровенно в ноги. И понятно, что после этого крышку-то снесло. И да, друзья. Не забудьте, сегодня еще одна игра квалификации Кубка Лиги. Деньги Рокетов. Работа по дешифрованию проведена на 5 баллов. Ну и следующий раунд будет очень серьезный соперник. Здесь, кстати, еще что-то может быть. Пустые ворота. Удар. 5. Козлы 5. Рома 0. Здесь. Из глубины выбежали. Да, это мы видим только концов. Ну да, да, да. Сейчас посмотрим еще, конечно. Может, он офсайд. Здесь все в мяч. Вот с чего все началось. Ну и последним оказался Егор Лилюхин. Потому что все остальные ушли вперед. У Ромы понятно, что сзади не осталось никого. И вот так Козлы забивают свой пятый гол. Восьмой угловой у ворот Козлов. Сегодня подача штрафную. И еще одна возможность забить. Возможность, которой Рома не пользуется. Поэтому у Ромы сегодня голов нет. Несмотря на то, что был и пенальти. Были и моменты с игры. Но, тем не менее, забивают сегодня исключительно Козлы. Это их день. Это их игра. И это их победа. Это их третий квалификационный раунд. Итак, Титан против Димеди. В одной четвертый финал этого сезона в Винлайн Медиалиге. И команда, которая вылетит в этой паре, станет соперником Козлов в Кубке Лиги.